Великого Советского Союза Великого Советского Союза С первых дней войны по призыву Центрального Комитета нашей партии в тылу врага развернулось партизанское движение. Во всех оккупированных районах народные мстители собирали и передавали на Большую Землю сведения о противнике. На дорогах партизаны устраивали засады, спасали советских людей от расправы карателей. Партизанские отряды нападали на вражеские гарнизоны. Не было покоя фашистам на нашей земле. Постоянные диверсии ослабляли вражеские тылы. 18 тысяч поездов пустили под откос народные мстители. Борьба в тылу врага была неоценимой помощью советской армии. Гитлеровцы жестоко расправлялись с партизанами. Но ничто не могло сломить сопротивление народа. Все новые партизанские отряды и соединения возникали в тылу врага. Ими руководили опытные партийные и советские работники. Председателем горсоветов в пути в ли до войны был легендарный кавпак. Комиссар соединения Руднев, ветеран гражданской войны. Рядом с отцом воевал сын. Они погибли вместе. Отец и сын Рудневы и захоронены в одной могиле. Народные мстители освобождали от захватчиков целые районы. В партизанских зонах люди жили по советским законам. Издавались газеты. А в некоторых районах даже работали школы. На протяжении почти трехлетней борьбы партизаны не были оторваны от большой земли. Это умножало их силы. Гитлеровцы бросили на борьбу с народными мстителями десятую часть своих войск, находившихся на советско-германском фронте. Не было предела героизму, мужеству, стойкости советских людей в тылу врага. Это было поистине всенародное движение, ярчайшее проявление советского патриотизма. Тысячи партизану достойно высоких наград Родины. Их подвиг бессмертен. Священная память партизан, героев Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok